Добрый день, мои дорогие свидетели! Сегодня я готовлю соцебели, грузинский соус такой соцебели, из томатной пасты. Моя мама готовила всегда из томатной пасты, меня научила. Она всегда готова, я тоже привозила, а также привозила аджику, которой она готовится. Вот посмотрите, друзья, вот здесь у меня в баночке сухая аджика, так называется. Мама из Мегрели всегда привозила, но в Тбилиси тоже на базаре продают. А сейчас мне привезли субдиди, тоже микрельская аджика. Вот, покажу. Сухая красная аджика, так называется. Наверное, сейчас это везде продают, на рынках. И хочу сказать, что хранится очень долго-долго. Ну, не портится, практически не портится. Итак, сейчас буду готовить соцебели. Готовится очень легко. Соцебели получается очень вкусным. Мы очень любим всей семьей. Значит, еще нам понадобится, конечно, томатная паста. Вот посмотрите, друзья, томатная паста, чем гуще, ну, густая должна быть, тем больше получается. И, кстати, хочу сказать, что вот эта томатная паста очень хорошая. Мама тоже готовила всегда и с этой томатной пастой. Она густая. Получается соцебели очень вкусным. Сейчас покажу, как готовится. Да, насчет аджики еще хочу сказать. Такая ароматная. Ну, здесь содержится соль, перец, конечно, и всякие сухие приправы. И поэтому получается вкусный соцебели. И добавлять ничего не надо, потому что все содержится в этой арчике. Вот посмотрите, друзья, какая она густая. Отправляем очейку в кастрюлю. У меня вот такая емкость двухлитровая. Посмотрим, сколько воды понадобится. Воды надо добавить столько, чтобы соцебели не было очень жидким. И не очень густым, но ассистенцию вы сами выберите, какого вы хотите. Воду надо, конечно, добавить. Еще добавлю. Все, по-моему, хватит. Вот посмотрите, консистенция какая. Теперь добавляю 3 столовые ложки с коркой очейку сухую. Ну, чуть-чуть еще добавлю. Мы любим острое. И еще добавляю сахар. Одну столовую ложку. Сахар удаляет приятный привкус. Я больше добавлять воды не буду. Здесь где-то 600 миллилитров воды я сюда налила. Все, все уже хорошо разбавилось. Теперь оставлю на огонь. И когда закипит, минуты 3, не больше, будет кипеть. И все, выключу. Когда чуть-чуть остынет, налью уже в бутылочку. И все, зацепили котов. Здесь сидит Урнелла и наблюдает за мной. Да, Урнелла, моя красавица. Это ее любимый стульчик. Рядом со мной всегда сидит. Оскар спит. Вот ритожи. А Узи бегает во дворе. Так. Вот, друзья, сейчас покажу. Вот такая консистенция. Вот уже кипит. Прокипячу минуты 3, максимум 5. И выключу. Все, больше ничего не надо. Я уже попробовала. Ну, для меня нормально. Нормальная, вернее, острота. И очень вкусный социбели получается. Кто любит очень-очень острый, добавляет аджику. Больше кладет. Кто меньше. Ну, а если меньше, то тогда это не крюсинский социбели получится. Тем более, не микрельский. Вот это нормально. Те пропорции, которые я сделала. Нормальная пропорция. Посмотрите, друзья, и цвет какой шикарный. Поэтому моя мама всегда употребляла именно эту томатную пасту. Все, выключаю. Чуть-чуть остынет. И налю в бутылочку. Все, друзья, наливаю в бутылочку. У меня это бутылка двухлитровая. Посмотрим, сколько получится. Вот так. друзья получилось 2 литра социбели и еще вот здесь чуть-чуть осталось в кастрюле вот и наш социбели уже готов мы очень любим вся семья любит моя это с этот социбели а еще когда у меня гости всем нравится ой как ты приготовила все спрашивают и я всем открываю мой секрет отлично сочетается и с картошкой с рыбой с мясом в общем очень вкусный социбели рекомендую приготовьте пока пока до скорой встречи друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки здоровья и счастья всем я очень люблю всех своих подписчиков хотя мы лично не знакомы но раз вы подписались на мой канал то я дистанционно всех вас люблю пока пока и и Продолжение следует...